Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Обладание современной устойчивой высококачественной системой здравоохранения является приоритетом для любой страны. В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования. Страна проводит большую работу в области борьбы с пандемией. Тему продолжим с политологом Ильгаром Велизаде. Добрый день. Здравствуйте, Телихан. Второй год пандемии COVID-19 продолжает оказывать большое давление на систему здравоохранения во всем мире. Говоря о вкладе Азербайджана в борьбу с пандемией, насколько важно объединять усилия в этом направлении? Необходимо отметить, что усилия, которые предпринимаются сегодня, дают... К сожалению, у нас какие-то технические проблемы. У вас пропал звук, господин Велизаде. Вы меня слышите? К сожалению, у нас... Я очень извиняюсь, у нас пропадает звук, какие-то технические... Как вы меня слышите? Хорошо слышу. Я... Если у нас были технические проблемы, у вас, к сожалению, не было слышно. Я вас попрошу повторить, если можно будет. Да, Телихан, что Азербайджан был в числе первых государств, которые приняли национальный план действий по борьбе с пандемией. И президент нашей стороны неоднократно говорил о том, что необходимо, конечно, обеспечить коллективные усилия в борьбе с этим явлением. В одиночку нам с этим явлением было ясно. И сегодня мы фактически в этом направлении действуем. Пытаемся объединить усилия других государств. Жеш, этот год будет проходить под лозунгом построение более справедливого, более здорового мира. Вот какое значение в этом контексте имеет вопрос равного и справедливого распределения вакцин, о котором, кстати, говорил глава государства? Совершенно верно. Дело в том, что пандемия не знает границ. Национальный границ не знает. К сожалению, она стремительно распространяется. И такими полумерами, ограничительными мерами, часто, к сожалению, эгоистическими мерами эту болезнь не преодолеть. Дело в том, что Азербайджан с самого начала активно осуществлял действия и на национальном уровне, и на региональном уровне, и на международном уровне. То есть три уровня действий было осуществлено со стороны ПАКУ. Мы консолидировали участие тюркских стран, поскольку являемся старой председателем тюркского сообщества. На международном уровне поднимали этот вопрос. По инициативе Азербайджана состоялась специальная сессия Генассамблеи ООН. И сегодня Азербайджан активно акцентирует усилия на том, чтобы все государства, крупные государства, государства с серьезными возможностями подключились к этой борьбе. К сожалению, что мы наблюдаем? В некоторых случаях отдельные государства занимаются фактически эгоистичной линией поведения. Они закупают в больших количествах вакцины. Эти вакцины не хватает другим государствам. Это абсолютно недопустимые действия. И Азербайджан старается поднимать эти вопросы, ставить их и осуществляет попытки решить их на международном уровне. Спасибо вам огромное. Благодарю вас. Я напомню, что мы говорили о вкладе Азербайджана в борьбу с пандемией с политологом Ильгаром Велизаден.